И всем привет, дорогие друзья, с вами Рэм Дэйл. И перед началом второй серии опроса Мадары, я хотел бы вас поблагодарить, так как вы буквально за один день набрали более 50 лайков на прошлой части. Да, я ленивая жопа, потому что не выпустил видео сразу. И выпустил только примерно через 5 дней, после того, как набралось достаточное количество лайков. Ну что поделать, я такой. И я вам очень благодарен за такой актив. Ну а я вас не буду задерживать. Приятного просмотра. Привет, Мадара. Сегодня я тебе задам около 5 вопросов. И первый вопрос. Каких ютуберов по ГКО ты смотришь? Кого я смотрю из ютуберов по ГКО? Ну, скажем так, я ютуб как в ГКО формате не смотрю. Мне не особо это интересно. Я больше наблюдаю за этими ютуберами, как за конкурентами. Я смотрю за их деятельностью, за ростом их каналов. Подмечаю для себя какие-то новые фишечки у кого-то. Я не считаю это чем-то плохим. Также не буду считать чем-то плохим то, если у меня какие-то фишечки будут подмечать. Это обмен опытом, грубо говоря, такой. Ничего плохого в этом нету. На мой счет, на мой взгляд. Вот, это нормально. А за кем я слежу? Ну, пускай это останется небольшой такой моей маленькой тайной. Скажу так, это, грубо говоря, все успешные ютуберы. От тысячи подписчиков. Надеюсь, мы скоро раскроем твою тайну. А мы переходим ко второму вопросу. Какой твой любимый блогер по Grand Criminal Online? Мой самый любимый ютубер по ГКО. Ну, блин, я же только что отвечал на вопрос, смотрю ли я ютуберов каких-то. Точно такой же, в принципе, тут ответ должен быть. Но я отмечу двух человек, которые снимают, на мой взгляд, качественно. Если бы я смотрел ютуб по ГКО, я бы, скорее всего, смотрел конкретно этих двух людей. Вот. Но так как я их не смотрю, я просто отдам предпочтение, свое предпочтение им. Потому что, на мой взгляд, они снимают качественные видео. Это твой канал, Remdale. Потому что уровень твоей съемки и уровень твоего монтажа очень высокий. Он мне прям нравится. Вот. И канал Доктора Зло. У него тоже качественные видео, качественная озвучка, классные идеи. Вот эти вот два канала, пожалуй, свое предпочтение я бы отдал этим двум каналам. Потому что снимают эти ребята не так, как все. Снимают очень качественно. Снимают круто. Третий вопрос. Какое видео на твоем канале было самое сложное? Самое трудное видео на моем канале? Ну, наверное, третья серия полицейских будней. Оно получилось очень долгим. Если брать во внимание те ролики, которые выходили до этого видео. Среди них оно получилось самым долгим, по-моему. Вот. И по съемкам заняло у меня около двух суток. Прям реальной безостановочной, грубо говоря, работы. Мы очень долго снимали это с людьми. Тяжело было донести до людей то, чего я хочу от них, как от актеров. И потом еще монтажа тоже очень много было. Потому что сюжет нужно было склеить. Мы снимали все не одним кадром. Мы снимали разными кадрами. И причем эти кадры были в разброс. Потом эти все видео нужно было собрать до кучи. В правильную последовательность по сюжету. Озвучить. Озвучивал я не своим голосом. Озвучивал я через бота. Короче, вот сериал полицейских будней, третья серия, для меня получилась очень тяжелой. Поэтому четвертую серию я по Камесе и не планирую выпускать. Потому что тяжело. По Камесе нету. Пока вот я не нашел актеров, с которыми мне будет легко работать, пока полицейские будни я снимать не буду. Потому что тяжело с людьми работать, которые не понимают, что от них требуется. На съемках третьей серии было очень трудно с такими людьми работать. Четвертый вопрос. Какими приложениями ты пользуешься для своих видео? В каком приложении я монтирую ролики? Да, на самом деле много очень приложений, которыми я пользуюсь. Для того, чтобы слепить годное видео. Я монтирую все на телефоне. Поэтому пользуюсь очень многими приложениями. За основу, на чем я монтирую в основном практически 90% видео, это Капкуд. Потом идет Повар-директор, также по видео. Это два приложения, в которых я обрабатываю видео. И еще, по-моему, два или три приложения, в которых я делаю превьюшки. Ну и пятый вопрос. Почему ты не стримишь ГКО? Почему я не стримлю ГКО? Вообще, в планах у меня были стримы. Но я начал настраивать программу по монтажу ОБС. У меня все круто получилось. Я настроил донаты, я настроил стрим. Я настроил все, что можно было настроить в этой программе. Осталось только запустить стрим. Я сделал приватную трансляцию, так чисто пробную, закрытую. На ней сидел только я. Чисто посмотреть для теста, как это все работает. И под стрим у меня очень жестко лагал комп. Вот. Я принял такое решение, пока мисс не стримить. На тот момент у меня очень сильно был загружен компьютер. Разными вирусами я очень долго его не чистил. Я, в принципе, очень долго им не пользовался. Сейчас я по чуть-чуть решаю эту проблему. Я уже переустановил Windows. Осталось накачать драйверов. Всякое операционное обеспечение установить. Вот. И я, в принципе, в будущем планирую стримить. Но насколько это будет близкое будущее, пока точно сказать не могу. Очень мало свободного времени, к сожалению, сейчас. Поэтому с компьютером пока мисс завязал разбираться. Но стримить в будущем планирую. Вот и закончились все наши вопросы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И давайте на следующую часть наберем 75 лайков. А я уверен, что вы не справитесь. Но даже если у вас получится, то я выпущу третью часть с опросом Адара. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok